всем привет предлагаем вам немного отвлечься от повседневных забот и проверить свои знания а возможно узнать что-то новое для себя будут заданы вопросы разной сложности на общие знания с тремя вариантами ответа один из которых будет правильный будем благодарны за лайк на видео удачи вам итак первый вопрос этого теста как называется море находящиеся между австралией новой гвинеей и островами тенимбар и кай тиренское море эгейское море или арафурское море правильный ответ арафурское море окраинное море индийского океана между австралией новой гвинеи и островами тенимбар и кай площадь арафурского моря составляет тысячу семнадцать тысяч квадратных километров продолжаем следующий вопрос кто в 1606 году открыл австралию назвав ее новой голландии объявив владением нидерландов вилем янзан фернан магеллан или марка пола правильный ответ открытие австралии произошло в 1606 году когда вилем янзан на корабле дайвкин высадился на побережье австралии назвав его новой голландии и объявив владением нидерландов идем далее следующий вопрос кто изобрел динамит эрнест резерфорд альфред нобель или майкл фарадей правильный ответ альфред нобель шведский химик инженер изобретатель предприниматели филантроп изобретателю принадлежало 355 различных патентов динамит же является самым известным хорошо идем далее при каком политическом деятеля древнего рима появилась официально утвержденная публикация сообщений для всех константин первый великий юлий цезарь или нейрон правильный ответ основание такого ежедневного издания принадлежит юлию цезарю в год его первого консульства то есть 59 год до нашей эры таблички с начертанными на них сообщениями ежедневно выставлялись в людных местах идем далее следующий вопрос экспонатом какого музея является статуя венера милоской британский музей великобритания эрмитаж россия или лувр франция правильный ответ статуя была случайно обнаружена на острове милос в 1820 году греческим крестьянином статуя в настоящее время хранится в специально подготовленной для нее галерея на первом этаже лувра франция продолжаем следующий вопрос под каким именем известен ученый ибн сина авиценна гомер или платон правильный ответ абу али хусейн ибн абдуллах ибн аль хасан ибн али ибн сина известный на западе как авиценна средневековый персидский ученый философ и врач представитель восточного аристотилизма хорошо следующий вопрос что являлось символом трусости в странах бывшей британской империи с 18 века до начала второй мировой войны черная метка белое перо или мимоза правильный ответ белое перо традиционный символ трусости в странах бывшей британской империи в особенности в британской армии наиболее известной была практика вручения белых перев мужчинам не участвующим в военных кампаниях продолжаем следующий вопрос в честь какого бога была названа планета марс бога виноделия и развлечений бога смерти или бога войны правильный ответ в римской религии марс один из древнейших богов италии и рима входил в триаду богов первоначально возглавлявших римский пантеон юпитер марс и кверин бог войны хорошо идем далее как заканчивается история любви ромео и джульетты из одноименной пьесы у или ма шекспира они живут долго и счастливо до старости они оба умирают или они ссорятся правильный ответ главные герои произведения молодые страстные влюбленные на пути их чувств стоят семейные распри двух кланов они покончили с собой не желая жить друг без друга продолжаем следующий вопрос какое слово является синонимом устойчивого выражения двуликий янус пацифист оптимист или лицемер правильный ответ устойчивое выражение двуликий янус означает ненадежного двуличного человека который может подставить в любой момент фразеологизм произошел от имени януса древнеримского божества с двумя лицами хорошо следующий вопрос кто придумал первые правила дорожного движения гай юлий цезарь португальский король педро второй или венская конвенция правильный ответ первые известные нам правила дорожного движения ввел император гай юлий цезарь в 50-х годах до нашей эры например согласно им время был запрещен проезд экипажей колесниц и частных повозок в рабочее время продолжаем следующий вопрос героя романов купера индейцы называли зверобой следопыт соколиный глаз и так далее а какое было его реальное имя натаниэль бампа шарль да бац или робин локсли правильный ответ литературный персонаж главный герой историка приключенческой пентологии фенимора купера впервые появляется в романе зверобой известен под прозвищами кожаный чулок зверобой соколиный глаз идем далее следующий вопрос какой химический элемент назван в честь злого подземного гнома гафний кобальт или бериллий правильный ответ при обжиге содержащих мышья кобальтовых минералов выделяется летучий ядовитый оксид мышья к руда содержащие эти минералы получила у горняков имя горного злого духа и последний вопрос этого теста какое было название первых бытовых ламп накаливания в домах крестьян и колхозников в ссср лампочка петровича лампочка ильича или лампочка архиповича правильный ответ в издававшихся в советское время сборниках пословиц советского народа приводилась следующая фраза противопоставление дореволюционного и советского периодов была коптилка до свеча теперь лампа ильича это был последний вопрос этого теста огромное спасибо всем кто прошел его до конца делитесь своим результатом в комментариях ставьте лайк подписывайтесь на канал если еще не подписаны делитесь этим видео всем спасибо всем пока а